Аварийные дома разваливаются, людей топят, крыши текут. Коммунальные службы выполнять свои обязанности не торопятся. На жалобы жильцов не реагируют. Смотрим, на что коммунальщики закрыли глаза в этот раз. Скинула лишнее к лету. Аварийная двухэтажка на потоке внезапно обрушилась. Жильцов эвакуировали через окна. Бабушка, бабушка, она вон бедная, уже никакая. Все, дом рушится. Бабушку вытаскивают. Большая вода – большие проблемы. Жители Барнаульской многоэтажки каждый год страдают от воды в подвале. Вы посмотрите, сколько воды. Вот там, сколько воды. Сколько воды. Забил гейзер. Жительницу пятиэтажки два часа заливала кипятком из-за коммунальной аварии. Аварийная служба приезжать не спешила. Зять сидел вот так, вручную, все держал. Все. Оно все равно хлестало, да? И он говорил, кипяток, больно. Раз, два, три, четыре. Обычно, чтобы скорее уснуть, принято считать овец. Но жители этого дома развлекаются иначе. Перед сном вспоминают, сколько новых трещин образовалось на их доме за день. Недавно на доме образовалась такая трещина, что людей пришлось экстренно эвакуировать. Ночь с понедельника на вторник. У жителей дома на Первой Западной не задалась отдохнуть. После тяжелого рабочего дня не получилось. Карниз и фасад над вторым подъездом внезапно рухнул. Через несколько минут к дому стянулись все экстренные службы города. Из-за угрозы дальнейшего обрушения людей начали эвакуировать. Кто-то покидал родные стены самостоятельно, кого-то вытаскивали с балкона, а двух детей бабушку вызволяли прямо из окна. По словам очевидцев, на спасение пожилой женщины ушло около десяти минут. Бабушка, бабушка, она вон бедная, уже никакая. Все, дом рушится. Бабушка, бабушку вытаскивают. Бедная. Эвакуировали 55 жителей. Большинство ночевали у родственников, восемь в пункте временного размещения. Его развернули на базе Центра детского творчества. На утро часть жильцов вновь вернулись к родному дому. К этому времени специалисты уже завершили демонтаж опасных конструкций. Я услышала грохот по трубе. Труба-то у нас газовая общая. Я не поняла, что происходит. Я думаю, что-то с крыши падает на трубу. А потом к нам уже в двери стали стучаться, что была как раз угроза обрушения. Именно вот эта балка нависла, стали кирпичи падать. В чем мы, как говорится, были там, быстрее собрали паспорт, только взяли и оттуда ушли. Но, к сожалению, у нас остались там животные. То есть у нас все там. В 2019 году жильцы этого дома добились, чтобы их жилье признали аварийным. Но с предоставлением альтернативного власти затягивали. А дом рушился. На глазах кирпич в месте обрушения вываливался ежедневно, говорят люди. Она уже недели или две назад начала обрушиваться постепенно. Вернее, весь день сыпалась. Сыпалась весь день, что страшно было там даже проходить. Мне кажется, квартиры мне дадут. Сейчас починят. Проблема в том, что на нас, к сожалению, всем наплевать. После всего случившегося как-то переселят? А куда они нас переселят? В такое же аварийное жилье. Вот я думаю, наверное, нас сейчас проверят вот здесь, да, скажут, что в третьем подъезде более-менее нормально, в первом подъезде нормально. Ну и живите вы дальше. После происшествия была собрана комиссия по чрезвычайным ситуациям. Городской администрации на ней решили обследовать опасные конструкции. В том числе о возможности проведения работ противоаварийных. Результатом решения комиссии формируются материалы для заключения муниципального контракта на проведение указанных мероприятий, по результатам которых будет принято дальнейшее решение о судьбе многоквартирного дома. Ну а пока жителям аварийного дома, где произошло обрушение, напоминают, что они могут воспользоваться жильем из маневренного фонда или же арендовать съемное за счет администрации города. А между тем следователи по факту халатности уже возбудили уголовное дело. В ходе следствия будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, в чьи обязанности входят вопросы расселения людей из аварийного жилого фонда. Кстати, по документам жители их должны были расселить не позднее 18 февраля 2021 года. По закону жанра этого, естественно, не произошло. К слову, и другие жители аварийных домов на потоке годами ждут благоустроенного жилья. Уже шесть лет, вот седьмой год пошел, все аварийный и никакого сдвига. А детей сколько? Сколько детей в этих домах? Дома на потоке практически все находятся в аварийном состоянии. Но некоторые при износе в 60% по-прежнему официально не признаны таковыми. Как быть жильцам ветких помещений, у кого добиваться помощи по переселению, нам рассказал барнаульский общественник Игорь Берг. В основном, да, состояние домов в очень плохом, то и очень плохое. То есть износ у многих более 66%, да, это вот нижнего порога для признания аварийного. А то достигает и 70-75%. Что в таком случае людям делать? Ну, во-первых, нужно не сидеть на месте, не ждать, когда придет 25-й, 30-й год, когда жилой дом их там может рухнуть, а рухнуть он может в любой момент. Это кажется с виду, что сегодня он нормальный, а вот как мы видим в случае с 51-м домом, он долгое время оказался более-менее нормальным. А брошей может произойти в любой момент. Если люди, как бы, боятся за свою жизнь, за свое здоровье, они должны добиваться, в первую очередь, защищать свои права, да, путем подачи иска в суд через, при поддержке прокуратуры, льготные категории и все наниматели. А кроме того, пока они там живут, потому что их в одночасье, да, они расселят, нужно обращаться обязательно в жилищную инспекцию, в прокуратуру. Если там какие-то антисанитарные создаются условия, да, плесень, те же тараканы, это очень часто, да, следы замачивания, обращаться в Роспотребнадзор, они будут брать пробы. То есть это все нужно делать. А если дом вообще не признан аварийным, то нужно озаботиться, если состояние конструкции уже угрожает, есть деформации, трещины, нужно озаботиться признанием. Потому что если он неожиданно рухнет и не будет признан, я не знаю, что будут делать потом люди, предоставят ли им другие помещения. В подвал этого многоквартирного дома лучше без спецодежды не заходить. Мало того, что рискуешь промокнуть, так еще и погрязнуть в нечистотах. Подвал топит уже на протяжении 30 лет. Ровно столько же люди не могут добиться от коммунальщиков хоть какой-то помощи. Чем дальше вглубь, тем больше тонешь каждый год. Особенно весной подвал многоквартирного дома на советской армии затапливает. Люди уже устали бороться с ежегодными подтоплениями, ведь подвальная сырость перебрасывается и в квартиры, особенно на первые этажи. Кроме того, жильцов постоянно преследуют запах канализации. И только зимой, когда вода уходит, жители дома могут дышать полной грудью. В управляющей компании ЖЭК Петровская, которая обслуживает дом, людей заверяют, что канализация здесь ни при чем. Потоп вызывают грунтовые воды. Чтобы решить проблему, жильцам предлагают провести дорогостоящую экспертизу. Жильцы возмутились и отказались. Считать дорогостоящие исследования бессмысленным, ведь здесь, по их мнению, нет и не может быть грунтовых вод. На мой взгляд, вот они хоть и обижаются, но это идет сброс воды в подвал. Они нас вынуждают к тому, чтобы мы все-таки, видимо, им заплатили. А сброс воды откуда? Ну, я считаю, что они из какой-то трубы это сбрасывают. Нет там грунтовых вод. А по их версии, что это, по вашей? Да канализация. У нас, помню, неделями канализация лилась. Вызови, на нас никак не реагируют. В обслуживающей организации пояснили, что Барномольский водоканал взял пробы подвальной воды. Анализ подтвердил версию с грунтовыми водами. Это значит, что в подвале нужно искать место, откуда эти воды заходят. А это недешево, порядка миллиона рублей. Расходы, пояснили коммунальщики, ложатся на плечи жителей. Показываем жителям, что это грунтовые воды. Потом они должны будут изыскать средства на... Тоже проект же должен быть изыскательские работы на это. И только потом уже родится там несколько вариантов выхода из этого. Я думаю, это тяжело. Это надо было тогда где-то изыскывать другие средства или помощь с города. Там вот такое. Но город не помог, ничего, отдали на откуп жителям. А здесь тупик. Жильцы-пенсионеры не готовы платить деньги, которых и так нет. А между тем промедление может привести к постепенному разрушению дома, поясняют эксперты. Юристы, в свою очередь, советуют следующее. Если есть пенсионеры или незащищенные категории граждан, они могут обратиться в прокуратуру. И прокурор в соответствии с законом о прокуратуре может выступить на стороне таких заявителей, как процессуальный истец. Они будут материальными истцами, а уже прокурор будет процессуальный истец, который выступает на их стороне. Он полностью подготовит позицию, доказательную базу, исковое заявление и будет представлять их интересы совершенно безвозмездно в судебном порядке. Может быть, в этой ситуации будет более быстрый способ административного воздействия. Для этого можно обратиться в государственную инспекцию по строительству и жилищному надзору. А пока жильцы через суд и через другие ресурсы будут добиваться решения многолетней проблемы, в подвал лучше не заглядывать. Пока единственная помощь от УК жалуются люди – это насос, который они поставили для откачки подвальной воды. Для меня это дико. Я приехала с севера, три года живу, для меня это шок. У нас такого безобразия не было. Недавно в этой многоэтажке забил горячий источник. Жильцы уже готовы были заняться туризмом и брать плату за вход, но приехали спецслужбы. Спустя два с половиной часа горячего потока коммунальщики все-таки отреагировали на вызов и устранили порыв в квартире. Жильцы подсчитывают ущерб. Зять сидел вот так вручную, все держал, все, оно все равно хлестало, да, и он говорил, кипяток больным. Давление поднимается, зашкаливает пульс. Вилета Брониславовна до сих пор не может прийти в себя после бессонных суток. В ночь на понедельник ее разбудил шум, рванула труба. В комнаты хлынул кипяток. В три часа ночи, да, здесь свич прям из трубы горячей воды пошел. Я позвонила сразу в аварийную службу. Мне сказали, вы на очереди десятые, значит, ждите. И вот проходит полчаса, мы звоним еще, и вот так вот периодически все, вот три часа было, да, мы звонили. С полтретьего, вот у меня есть доказательство, только в 5.25 приехала к нам аварийная. Результаты промедления аварийной службы не заставили себя ждать. Стена промокла, пол вздулся, ковры на мусорку. Ущерб на десятки тысяч рублей. А вода примерно докуда была вот уже? Если вот так брать, то почти колодка у нас была. Ну, представьте, два с половиной часа, да. Просто она впитала в полотенце, в постельное. Нашему телеканалу юристы пояснили, что аварийная бригада ни в коем случае не должна была медлить с выездом на место ЧП. По закону, срок устранения подобной неисправности не должен превышать 30 минут. Почему аварийная служба так долго ехала, нам попытались пояснить и в управляющей компании «Каскад», которая обслуживает дом. Наложились как бы несколько обстоятельств, и вот рухнувшая труба на ТЭЦ-2, а эти дома питаются именно от этой ТЭЦ. Скорее всего, ушло переподключение по линии с одной линии на другую, и был гидроудар. Скорее всего, ну это мы видите, мы же не экспертная организация, мы управляющая компания, мы можем только предполагать, что это тоже послужило одной из причин, что случилась вот такая вот ситуация аварийная на доме. Были ли какие-то зафиксированные коммунальные аварии в квартирах в связи с ЧП на ТЭЦ? Информации такой не поступало с диспетчерской. Ну и чисто физически они не должны быть связаны с данным нашим происшествием. По чьей вине произошла коммунальная авария, вопрос, наверное, не приоритетный. Самое важное, кто будет оплачивать дорогостоящий ремонт в квартире пенсионерки Велеты Брониславовны. Управляющие компании заверили, что заботы об этом лягут на плечи аварийной службы, которая не приехала вовремя. Последние, кстати, уже сделали выговор. На этом все. Напоминаю, если у вас есть коммунальная проблема, которую нужно решить, звоните в редакцию телеканала «Толк», пишите нам в социальных сетях или оставляйте заявку на сайте. Это была программа «Коммунальный патруль». До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok